Друзья, приветствую всех! К нам на Экзегет пришел вопрос Чем умершие занимаются в раю? Знаете, иногда прям даже не хочется отвечать на этот вопрос, чтобы не расстраивать человека Помнится, когда один священник в присутствии большого количества не очень воцерковленной молодежи Сказал, что в раю будет вечная божественная литургия То прям все очень сильно расстроились А потом я решил совсем их заколотить в гроб Вот, расстройство Я им сказал, ребят, там еще и Wi-Fi не будет в раю Так они совсем стали печальными Дело все в том, что когда люди думают про загробную жизнь Они почти никогда не учитывают то, что там будет общение с Богом Не случайно очень часто вопросы про загробную жизнь связаны с нашими родственниками С нашими домашними питомцами Но никак не связаны с Богом Люди спрашивают Буду ли я со своим любимым мужем или женой в раю вместе? Увижу ли я свою любимую мамочку, когда умру? Или будет ли мой кот Барсик там меня встречать? И это вполне понятно Мы и правда любим наших близких В том числе и питомцев, с которыми мы разлучены Но надо все-таки учитывать, что там будет встреча с Богом И там будет совершенно иная жизнь Качественно иная жизнь Ну, например Христос говорит, что в Царстве Божьем никто в брак не вступает И когда люди узнают то, что в раю, то есть в вечности не будет брачных союзов То есть не будет тех отношений семейных, как они у нас здесь есть Многие просто, ну, впадают в шок В шок Они думают, а зачем же мы тогда венчались? Хотя, кстати, венчание касается только нашей временной жизни В общем, если посмотреть, как пишет на эту тему апостол Иоанн Богослов Он пишет так Возлюбленные, мы теперь дети Божии Но еще не открылось, что будем Знаем только, что когда откроется Будем подобны Ему Потому что увидим Его, как Он есть То есть мы даже сейчас не можем себе представить Какая будет загробная жизнь Единственный пример, который нам может помочь Это сочетание Точнее, даже не сочетание Сравнение внутриутробной жизни И жизни здесь В временном мире Вот так же, если мы сравним временную жизнь и вечную жизнь Нам станет понятно, что такое качественная жизнь Смотрите, мы же с вами были внутриутробы у родителей И это была полноценная жизнь Потом мы пережили смерть Потому что рода для ребенка переживается именно как смерть Его та жизнь Кстати, через определенные муки В том числе и болезненные, и физические Та жизнь закончилась И началась новая жизнь Кто из нас вспоминает внутриутробную жизнь? Вот и хочу за плаценту подержаться Там маму по почкам ударить Нет, никто не вспоминает И никто не хочет возвращаться в внутриутробную жизнь Вот так же, как внутриутробная жизнь качественно ниже По своему познанию мира По тем переживаниям, которые мы сегодня здесь имеем Вот так же и вечная жизнь будет гораздо лучше Качественно лучше, чем жизнь здесь И когда мы представимся, то есть умрем и перейдем в вечность Мы не будем вспоминать, как здесь было Об этом замечательно пишет царь, пророк Давид Изойдет дух его и возвратится в землю свою В тот день погибнут все помышления его То есть когда человек умирает В ту вечность, которая нас ждет Переходит только любовь А все наши суетные помышления Останутся здесь Мы о них даже не будем вспоминать Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!